Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 29 января По народному месяцу слову Петр – полукорм У христиан это день поклонения честным берегам, цепям, апостола Петра, одного из учеников Иисуса Христа Январь уже на исходе С этого времени было принято оценивать, сколько корма для скота оставалось до начала весеннего выпаса Выходили осматривать сенники и амбары Проверяли, если корма меньше половины, убавляли его дневную норму для выдачи скоту И тогда говорили, постится скотина, если хозяин корму не припас Или от Петра полукорма – половина зимнего корма По поводу экономии появилась и такая поговорка Паси, припасай, корм не на зиму, а на отзимок, когда весна будет наступать В этот день обращались к святому Петру с просьбой послать богатый урожай Благодаря вниманию, которое хозяева в этот день уделяли домашним животным Святой Петр начал считаться покровителем домашнего скота В некоторых местах 29 января осматривали не только корма для скота Но и запасы жито в амбарах Полагая, что если обнаружится излишек, это к добру, к достатку и хорошему урожаю Поселяне Псковской губернии, снаряжая для продажи лен, говорили «Коле есть метла до костра, то будет хлеба до Петра, а сенец и звонец доведут хлебу к конец» В этом выражении поселян заключаются свои приметы Метла или метлина и кострика, как предметы малоценные в льняной торговле, не обещают больших барышей И вырученные деньги от такого льна достаточны только будут на покупку хлеба до дня Петра полукорма Лен синий – синец и издающий звук при трепании – звонец, обещают худой торг, житье голодное и бесхлебное У сербов праздник поклонения честным берегам назывался бережацы и соотносился с одним из волчьих дней В этот день для защиты от волков избегали работ, связанных с предением и ткачеством, а также с колющими и режущими предметами Кроме того, нередко прятали все, что хотя бы отдаленно напоминало волчьи зубы, например, ножницы, гребни и прочее В некоторых местах в этот день проводили обряд замыкания очага На него вешали цепи с целью оградить скот от волков, а к цепям подвешивали камни по количеству животных в хозяйстве или ключ Про день Петра полукорма малоросы замечали На Петра вериге трутся крыги, льдины то есть, имея в виду, что с этого времени лед начинает истончаться и ломаться Другие же, наблюдая за природой в этот день, примечали Если ветер дует с северной стороны, быть морозу Если же уже морозит, летом жара ожидается А еще на Петра начинают петь большие синицы Славяне, познавайте мир вокруг себя и мир в себе Ибо познавая, человек учится творить Не познавая, человек учится разрушать Братья-месяцы Братья-месяцы Братья-месяцы